В редакцию телеканала Первый Мытищинский регулярно обращаются жители городского округа Мытищи и просят разобраться в той или иной проблеме. Поэтому мы решили возобновить хорошо известный вам проект – свободный микрофон. Правда, несколько в ином формате. Теперь он станет рубрикой информационной программы «День». Все остальное по-прежнему. Звоните, пишите, ее ведущая Надежда Звягинцева будет рада помочь. Как, например, жителям 107-го дома, расположенного на Ярославском шоссе. Надежда, передаю тебе слово. Спасибо, Анна. Да, жители 107-го дома, расположенного на Ярославском шоссе, находятся в непростой ситуации. Слишком много проблем. Последние события показали, что решить их между делом не получится. Пора целенаправленно покончить с ними. Итак, что случилось? Об этом в сюжете. Трудно представить, но накануне этот 8-кубовый контейнер опустошил мусоровоз. В чем секрет? В нем бытовые отходы, прежде валявшиеся на земле. Более того, когда их заберет спецмашина, жители многоэтажки не знают. Например, в последний раз пришлось подключать административный ресурс. Оказывается, здесь водители крупногабаритной техники чувствуют себя неуютно. По обеим сторонам и так узкой проезжей части идут земляные работы. Вот эти земляные работы в последнее время нам стали доставлять дополнительные неудобства. Сергей Посадский, региональный оператор, отказывается сюда заезжать на дом с тем, чтобы забирать наш мусор бытовой, который у нас тут генерируется от жителей. И вот эти все проблемы, они приводят к тому, что рядом с нашим домом образуется такая вот свалка из мусорных отходов. Игорю Бондаренко, как председателю товарищества собственников недвижимости Ярославская, приходится буквально уговаривать Сергеева Посадского, регионального оператора, забрать мусор. Обращаться в абонентскую службу предприятия, писать письма в администрацию городского округа Мытищи. Визит журналистов стал крайней мерой, но действенной. Мы готовы к сотрудничеству. Мы сами компания местная, никуда здесь, ниоткуда не денемся. Нам нужно здесь работать, мы хотим сделать город лучше. Здесь, под Ярославским шоссе, строительная организация, которую представляет Сергей Бузин, прокладывает канализационный коллектор. К нему будут подключены дома новостройки. Осталось нам буквально 80 метров пройти трубы. Стали проводить работу закрытым способом, чтобы как раз не перекрывать никакое движение и постараться по максимуму обеспечить проезд всей любой доступной техники. Мы понимаем, что проезд здесь есть, к этим домам единственный. Вот сейчас лично проходил, посмотрели, проезжает самосвал, проезжает, то есть места достаточно для проезда. Стараемся машины чуть-чуть отодвигать, чтобы не парковали близко, соответственно, и нам, чтобы не попортить, не дай бог. И чтобы, соответственно, и был доступ к вам. Впервые жители многоэтажки могут оппонировать. Уже вечером, считают инициативная группа, ситуация кардинально изменится. Территорию вокруг строительной площадки займет легковой транспорт. Мусоровоз не протолкнется и вновь уедет ни с чем. У вас нет никаких знаков, запрещающих здесь парковку. Хотя бы временные знаки поставьте. Мы сейчас, да, мы перед тем, как устанавливают котлован, сами разгоняли там людей. Я сейчас... Разгонять не? Не, именно разгонять, в смысле поставить. Да, сейчас я дам указание. Здесь начальник участка выйдет, поставит в нужных местах знаки, соответственно, ограждения, чтобы люди просто не ставили места, чтобы был проезд. Земляные работы на Ярославском шоссе будут продолжаться еще около полутора месяцев. В мае строители восстановят территорию, засеят газоны, золотают тротуары и проезжую часть. Казалось бы, проблема решена, но нет. Это лишь верхушка айсберга, капля, переполнившая чашу терпения. Вы заметили, здесь не разделяют бытовые отходы. Оказывается, товарищество собственников недвижимости Ярославское вынуждено не шагать в ногу со временем, а довольствоваться этим восьмикубовым контейнером. Нам известно, что вот возле нашего дома, вдоль Ярославского шоссе, проходит очень много подземных коммуникаций. Определить на сегодняшний день, где мы можем оборудовать нашу контейнерную площадку, с тем, чтобы она не мешала собственникам этих линий подземных коммуникаций, мы не можем самостоятельно, поскольку мы не владеем этой информацией. Хотя средства, в принципе, у нас есть, чтобы оборудовать эту площадку. 107-й дом на Ярославском шоссе был сдан в эксплуатацию неполных 6 лет назад. Строился он не без проблем, некоторые из которых не решены до сих пор. Например, на придомовой территории нет не только площадки для сбора бытовых отходов, но и детского городка. В нашем доме очень много детей, дети подрастают, скоро лето, хочется какой-то вид красивый во дворе, хочется детскую площадку, чтобы с ребятишками играться, но, увы, таковой площадки у нас во дворе нет. Приходится ходить в соседние дома, чтобы детей хоть как-то развлекать. Ну и опять же, пока идем до соседних домов, у нас препятствия, вокруг одни заборы. Застройщик компания «Домспецстрой» не спешит демонтировать забор не тот, что был установлен вокруг 107-го дома, не тот, что ограживал соседнюю многоэтажку. Ее строительство завершилось в декабре 2019-го. Более того, там до сих пор складируется строительный мусор. Там трубы, мачты, вентиляционные короба – это все, что осталось от этого дома, который уже завершен. Ну, это, видимо, излишки какие-то. Нашим жителям вот этот забор доставляет очень большие неудобства в связи с тем, что все социальные объекты – больницы, магазины, поликлиники, детские сады, школы – находятся в той стороне города. И нам, жителям, для того, чтобы своих детей водить в больницы и ходить в магазины, поликлиники, приходится делать очень большие расстояния. Надо заметить, этот застройщик в принципе никуда не спешит. Например, трансформаторная подстанция до сих пор не передана на обслуживание профильному предприятию. Жители подозревают, что причина – не комплект оборудования. Правда, некий Сергей Коркин, представившийся бывшим сотрудником генподрядчика компании «Домспецстрой», опроверг эту информацию. – Насколько я знаю, из-за того, что ее сейчас никто брать не хочет. – В смысле брать? – Ну, просто ее нужно передать кому-то на баланс. – А почему никто не хочет брать? – Ну, вот этого я не знаю. – Ну, это же денежка лишняя, это же за нее будут платить за ее обслуживание. – Ну, я не знаю, но это чисто бумажная работа. Там в середине все сделали, с самой подстанцией. А вот когда этот дом сдавали, летом ее отремонтировали. А весь вопрос только остался в бумагах. Как бы там ни было, результат неутешительный. На сегодняшний день только одна, причем резервная линия подводит электроэнергию к многоэтажке. Основная несколько месяцев назад вышла из строя. – Отключили свет, не приготовить ничего. Пришлось снимать квартиру и уезжать на три дня. С детьми никуда не денешься. – Это при наличии своей квартиры вы снимали? – Наличии своей квартиры, да. Я снимал квартиру специально для детей и уезжал. Потому что не приготовить нельзя, полностью не сделать. Тогда опять же пришлось подключить административный ресурс. Так многоэтажка была запитана от резервной линии. Основная по-прежнему не работает. Жители 107-го дома боятся новой аварии без электричества. И их квартиры буквально превращаются в пещеры. – У нас дом практически полностью отключается от системы отопления, поскольку у нас свой независимый контур теплоснабжения дома. У нас отключаются насосы горячей, холодной воды, потому что опять же свои насосные установки. У нас останавливаются лифты. Дом высотный, 19 этажей. То, что людям надо готовить пищу, кормить детей маленьких, это уже я про это даже не говорю. И дело в том, что когда происходят вот эти ситуации, ведь никто заранее никого не предупреждает. Они случаются неожиданно. До сих пор члены Товарищества собственников недвижимости Ярославской решали свои проблемы по факту. Но пора, подумали они, обрести твердую почву под ногами. Корень проблем, считает председатель Товарищества собственников недвижимости Ярославской Игорь Бондаренко, в том, что до сих пор придомовая территория находится в собственности застройщика компании «Дом спецстрой». Отчасти он прав. Например, обзавестись детским городком за бюджетный счет пока не получится. Земельный участок под моноквартирным домом 107 находится в собственности застройщика. Поэтому администрации городского округа Матища благоустройство территории в данном районе за счет средств бюджета не предусматривались. По информации, представленной застройщиком проектом, благоустройство территории предусматривалось наличие детской игровой площадки. Однако в последний момент были внесены изменения по причине наличия у близлежащих домов соответствующих детских игровых форм. Планирует ли застройщик отказаться от права на земельный участок, выяснить не удалось. Компания «Домспецстрой» неохотно выходит на связь. Скорее всего, рано или поздно это случится. Зачем платить лишний налог? Однако это обстоятельство, как считают члены товарищества собственников недвижимости Ярославская, на решение остальных их проблем не влияет. И в первую очередь речь идет о контейнерной площадке. Установить ее можно уже сейчас, пояснил начальник управления ЖКХ и благоустройства Денис Волжин. Порядок такой. Достаточно управляющей компанией ТСЖ или ЖСК определить место, нарисовать это на плане, можно даже на обычной Яндекс.Карте, и сделать обращение в администрацию. Мы здесь разберем, посмотрим, есть ли сети какие-то подземные, либо воздушные сети. Рассмотрим, естественно. Посмотрим, соответствует ли это санитарным нормам, и выдадим разрешение о том, что можно ли установить или нельзя эту кондейренную площадку. Если нельзя, то мы приблизительно покажем, в каких местах мы можем определить это место. Судьба трансформаторной подстанции тоже вскоре будет решена. Информацией с телеканалом «Первый мы Тищенский» поделился начальник управления капитального строительства Михаил Годин. Ситуация следующая. В 2019 году, в конце года, 105-й корпус соседний, который долго не могли ввести в эксплуатацию, наконец-то был принят. В том числе, эта транспортная подстанция обслуживает и его. В настоящее время застройщик по договору на технологическое присоединение будет передавать эту транспортную подстанцию уже непосредственно в ресурсоснабжающую организацию МОСОБО «Энерго», для того, чтобы они могли ее полноценно обслуживать. То есть на сегодняшний момент это уже не вилами наводить, скажем так? Не вилами писано, потому что справки выполненных технических слоев все получены. То есть это подтверждает, что она выполнена полностью, построена, сделана. Соответственно, только сейчас необходимо оформить документ для того, чтобы дальше ее можно было обслуживать. Правда, точных сроков пока нет. Надеюсь, трансформаторная подстанция, питающая 105-й и 107-й дома, расположенные на Ярославском шоссе, будет передана в руки специалистов в ближайшее время. И напоследок, одну из проблем уже удалось решить. Компания «Дом спецстрой» по просьбе администрации городского округа Мытища сняла строительные заборы и уже вывезла практически весь строительный мусор с придомовой территории. На этом я, ведущая рубрики «Свободный микрофон», с вами прощаюсь. Звоните по телефону 8-495-786-54-25. Буду рада помочь. И передаю слово Анне.